Добрый вечер, друзья! Сегодня у нас совершенно необычный эфир. Впервые за многолетнюю историю нашей программы здесь, в студии, в главной роли, сразу два гостя. И какие? Сегодня, наверное, это самый известный оперный и семейный дуэт Анны Нетребко и Юсиф Эйвазов. Здравствуйте! Здравствуйте! Добрый вечер, долгожданные мои! Здравствуйте! Совсем недавно у вас была очень красивая помолвка и желание не расставаться. Оно так естественно. Значит ли это, что вы сейчас и на сцене стараетесь быть вместе и рассматриваете только те предложения, где и в опере, и в дуэтах вы вдвоем? Вы знаете, конечно, мы стараемся иногда выступать вместе, но это просто невозможно. Все время. Все время выступать. У каждого будет своя карьера и свои выступления. Но поскольку репертуар у нас, в общем-то, схожий. К счастью. К счастью. То есть такая возможность, что мы будем часто выступать. Вот. И вот совсем недавно в Москве на концерте в честь юбилея Великой Образцовой у вас как раз был такой дуэт, несравненная Манон Леско и кавалер де Грие. Это как мы познакомились. Мы пели эту оперу в Риме под руководством Рикардо Мути. Рикардо Мути. Как мы встретились. Это очень дорогой нам клавир. Очень дорогая опера. Но мы об этом чуть-чуть позже поговорим отдельно. А сейчас, я так понимаю, у кого-то, и мы сейчас узнаем у кого, это был дебют на сцене, исторической сцене Большого театра. Интересно, у кого? У меня. Ой. Так. Это несправедливость, которая длилась очень-очень много лет. Может быть, вы так к этому не относились, но с кем не поговорили. Говорят, ну, странно, почему Анны Юрьевны не было на сцене Большого театра так долго? Наконец, эта несправедливость прекратила свое существование. Ну, вы знаете, на самом деле, никакой такой специальной несправедливости не было. Это не то, чтобы Большой театр не звал, или я не ехала. Как-то не получалось, поскольку я всегда являлась солисткой Мариинского театра, я как бы больше выступала там. И как-то просто, ну, не знаю, не договаривались. А сейчас какие-то договоренности для вас вдвоем, или, может быть, по отдельности, они существуют? Вы с Владимиром Уриным, а я знаю, что такие разговоры были. Да, конечно, он очень с таким хорошим энтузиазмом, очень хочет пригласить, и мы рассматриваем, конечно, возможности. Нужно просто посмотреть, какую постановку и когда. И время, конечно же, потому что это все не так быстро делается, да, нужно время, потому что график уже расписан. Вот ты пел уже в Тоске много лет назад, да? Было, да, было. Получил он мальчик был. Это было сколько, 6 лет? Да, 6 лет там назад. Коварадосе, конечно. Коварадосе, да. В принципе, так и началось все. Как ни странно, моя карьера началась именно вот с Большого театра. То есть так вот получилось. Теперь переходим к главному. Значит, маэстро Рикардо Мутти, Рим, Манон Лиско. Получается, что вот на этой постановке вы впервые встретились. А во что сразу влюбились сначала? В талант или в красоту? А сразу не влюбились. Правда? Ну, мы как-то репетировались. Мы, потому что мы приехали, я приехал в Рим задолго до приезда Анечки еще туда. Я приехал так где-то в середине января, потому что надо было, потому что это был мой вообще дебют в Римском театре и вообще с Мути и так далее. Это все было очень серьезно. А Анечка прилетела... После Сочи? Да, сразу после Сочи, после Олимпийских игр. Мы еще там переживали, все сидели, думали, так, она поет. Сейчас в Сочи там открытие. Сейчас она простудится и не приедет, что с нами со всеми будет. Мы уже три недели тут репетируем все. Ну, она приехала такая вся, зашла такая вся... И что я тебе сказала? Ну, я лучше не буду говорить то, что ты там сказала. Я подошла к ним и сказала, привет, я Аня. Ничего не знаю. Я погрубее сказала, но я эти слова не буду произносить. На канале Культура. Еще я сказала, я ничего не знаю, я не выучила опера. Я приехала с невыученным материалом. То есть вы можете представить мой шок, да? Я жду, сейчас вот приедет звезда. И начнется. И да, и вот она сейчас меня, и мне что-то еще поможет. Вдохновит, конечно. Я тут вообще... А она даже партии не знает. То есть, а как мы петь будем? Это было, конечно, шок. Но Рикарди мне говорил, что дальше произошло чудо, что выучить чуть ли не за 10 дней, за 2 недели. Она за 2 недели уже пела оркестровую репетицию. Это было чудо. Никто не верил. Но это случилось, действительно. Это вот феноменально, конечно. Я бы так никогда не смог. То есть я бы точно так... Человек никогда не знает своих способностей. Это было что-то, потому что она буквально за 2 недели выучила не только оперу, а целую оперу. Она уже пела оркестровые репетиции без клавиров. Ну, вообще, конечно, это нахальство. Мы не будем подавать плохой пример молодым. Никогда так не делайте. Вот никогда так не делайте. Ну, вот, кстати, Елена Васильевна Образцова говорила, что у нее личный рекорд был 3 дня. Она вписалась в постановку, и за 3 дня, днем и ночью, она что-то учила. Так что все еще впереди. Пример уже показан. Она была... Я помню еще ее мастер-класс, когда я училась в консерватории. Она приезжала, она, конечно, гениально проводила мастер-классы. Было очень интересно. И она говорила так, вот всегда, вот всю жизнь у меня так было. Вот приходит дежурная, говорит, так, ты знаешь эту партию? Я говорила, да. И вот так бесконечно это вранье и продолжалось. Но есть певцы, которые действительно могут с этим справиться. Во-первых, это огромный стресс. Я лично никогда, допустим, пока у меня такого не приходилось. Вам, естественно, надо быть подготовленным. Ну, я что-то боюсь пока, да. Да, что-то пока так страшновато. Какое опасное слово «пока». Приезжаешь и так, ничего не знаешь, все на тебя смотрят. Так, а что петь? И вот тут, друзья, мы подходим к очень важному моменту. Это касается вас, Анечка. Потому что с появлением в вашем репертуаре именно в этом году таких ролей, как Манон Леско. А эта опера Пучини чуть ли не самая драматичная, правильно? Самая. Особенно на тенора. Конечно. Дальше мы переходим к Леди Макбетт. Верди. Тоже не самая веселая опера у старика. Вот подразумевает это другое качество сопрано. Мы к вам привыкли как к лирическому сопрано. А это ярко выраженные драматические партии драматического сопрано. Я вам сейчас все расскажу. Расскажите. Я не буду себя вписывать, никогда не вписывала под никакую категорию из сопрано. Я просто сопрано. Я не знаю, какой я сопрано. Я не колоратура. Я не чисто лирическая. Никогда не была. И я не драматическая сопрано. Я просто пою те партии, которые мне подходят, с которыми я могу справиться. И которые интересны мне как актрисе. Вот я выбираю себе партии именно по своей интуиции. А уж какой это голос. Я с ними справилась. Я с ними справилась. Это не значит, что я драматическая сопрано. И что сейчас я пойду петь тоску, бутерфля и все прочие серьезные партии. Но какой-то ряд драматических вещей в репертуар свой я включаю. Потому что пришел срок. Потому что я чувствую, что я могу это сделать. И я знаю, что это правильно то, что я делаю. Ну вот уж пришел срок. У вас это с детства. Кто с Бабы-Яги начинал? Правильно? Самая интересная роль была. Баба-Яга. Чем не Леди Макбет? То же самое, только слегка в другом качестве. Я, между прочим, за месяц до Ману Леско пила любовный напиток в Метрополитов. Легко. Как нечего делать. Если мне нужно будет, я к нему вернусь. Но все равно это подразумевает, что диапазон голосовой расширяется. Да, конечно. Расширяется. Но над этим надо работать, естественно. Это очень трудно. И опять же, почему я приехала неподготовленной? Потому что я без конца пела какой-то другой репертуар. Когда я пою Одину, я не могу готовить Ману Леско. Это нонсенс. Я должна освободить время и заниматься только этой партией, чтобы ее действительно спеть так, как нужно. Именно поэтому вы отказались от предложения в Мюнхенской государственной опере? Нет. Там был режиссер? Там был другой, да. Там был режиссер. И он не устраивал вас? А его как раз-таки устраивал. Там сейчас работает. Я могу сказать, что как бы Дегрие в этой постановке, он не изуродован. Мы говорим о Ману Леско. Да, мы говорим о Ману Леско. А Леди Маги... Нет, я скажу. О Ману. О Ману Леско. А Ману Леско, она действительно изуродована. Ну, давай не будем. Мы не хотим никого обижать. Просто, скажем так, я приехала, и я попыталась войти в этот процесс. Мне вообще нравятся современные постановки. Мне нравятся ненормальные постановки. Я только что пела совершенно безумную «Магбет» в Мюнхене. Страшную. Там страшные совершенно вещи, картины. Просто душераздирающие. Ну, как-то мне это понравилось. Но это было убедительно. Да, это было убедительно. А вот как-то вот в этой постановке я не нашла места ни для себя, ни для Манон. И это была как будто пустая комната, заставленная ненужной мебелью. И я не могла никак через нее пройти. Не так и не так. И поэтому я решила соскочить с этого проекта. Но это бесследные вещи? Никаких обид? Ну, нормально? Это только творчество? Да, потому что публика, которая купила билеты именно на мое имя, они, конечно, обиделись. И это, да, мне очень жаль. Но, с другой стороны, я не хочу, чтобы публика видела меня уже при моем теперешнем, можно сказать, положении и опыте 20-летнем. Я не хочу, чтобы публика видела меня в тех постановках, в которых я бы не показалась бы с лучшей стороны. А вот в этой постановке я знаю, что я не смогла бы раскрыться просто. Значит, даже если есть внутреннее движение к расширению репертуара, а если вот по этой ступенечкам, да, по этой лестнице ступенечка-ступенечку подниматься, там же и мадам Баттерфляй. Кстати, чудесные могут быть дуэты, да, с Пинкертоном и мадам Баттерфляй. Или Тоска, опять же, понимаете? Значит, не название важно, а важна команда для вас. Кто это делает? Кто предлагает? Ну, я думаю, конечно, вот я только что сказала, что в моем теперешнем положении есть как бы хорошие вещи, а есть вещи не очень хорошие. Например, каждый мой серьезный выход, да, в какой-то партии или в какой-то постановке, он освещается моментально. Это и на телевидении, это пресса. То есть я, мне кажется, ответственна так же и за то, как я именно показываюсь. И поэтому я хочу быть немножечко вправе тоже решать какие-то вещи. Что если мне уже совершенно вот что-то не нравится, это, между прочим, первый раз произошло за всю мою долгую карьеру, что вот мне так постановка не понравилась. Я, в общем-то, очень мобильный человек, и обычно я как бы вхожу. Ну, конечно, я хочу знать, кто дирижер, я хочу знать, кто мои партнеры, для того, чтобы получился действительно классный спектакль. Потому что опер ставится очень много, певцов миллион. А хороших певцов гораздо меньше. И хороших постановок, таких, что вы пришли, и вот она прям запала вам душу. Их вообще мало. У вас «Отелло» был совсем недавно, правильно? Да, в прошлом году, как раз-таки в это время, да. Вот ваше впечатление от этой постановки? Вы знаете, прелесть вот этой постановки была в том, что режиссер супруга Рикардо Мути, Кристина Мути, совершенно замечательный человек и очень большой профессионал. Она нам дала карт-бланш. Это был молодой состав, то есть там были все дебютанты. Это вообще, конечно, немножко рискованное, ставить «Отелло» и ставить туда дебютантам. И она сказала, ребята, вот покажите, что бы вы сами сделали. То есть я не буду вас там принуждать идти направо, налево, обходить что-то и так далее. И мы просто первые там несколько дней репетиции пытались там что-то показать ей, там что-то... Вы знаете, действительно получилось, может быть... Я не знаю, как там критика, естественно, отчасти, как всегда, поливала нас со всех сторон. С другой стороны, как бы было все очень хорошо. Но публика ведь это приветствовала. Естественно, а публика была в восторге. То есть я считаю, что получилось, может быть, не совсем... Как бы мы все были молодые, мы все были как бы начинающие певцы, и отелло – это сложнейшая партитура, сложнейшая. Особенно там для тенора, да, как вы сами знаете. Но мне кажется, что получилось очень живо. И я с нетерпением жду. Вот сейчас у меня будет это с Баримбоймом в Берлине. И я, конечно, сейчас вот с нетерпением этого буду ждать. И, конечно, что-то возьму со своего вот этого старого отелло, который был, что-то добавлю новое. Юсень, а мы можем сказать Кристине Муте спасибо за то, что это, скорее всего, она вас порекомендовала? А все случилось сильно благодаря Кристине Муте, да. Потому что я приехал в Баримбойм, прослушался на тело, и еду обратно в Милан в машине, и звонит мой агент. И говорит, ты знаешь, у меня две хорошие новости. Первое, что тебя взяли на тело. А второе, что ты поедешь к Рикарду Муте прослушаться на Ману Леско. Главное. И я полетел к нему в Мадрид, он тогда был в Мадриде, и я прослушался, и это все, конечно... А про Анечку, как бы я знал, что... Ну, от того, что мы пели разный репертуар, я знал, что существует такая певица. Никогда меня не слышал. Никогда не слушал. Не интересовался. Ну, она поет «Любовный напиток», там, «Лючи», да, это мне вообще не интересно. Он типичный тенор. Слушаем только то, что пою. Это я же обманываю. А потом, когда я открыл, Римский театр объявил, значит, о том, что вот сезон открывается, мы будем там и так далее, и будет еще Ману Леско, звездный состав. И ты посмотрел, как я плюшу «Любовный напиток». И я посмотрел... Что это за сумасшедшая. Да, написано «Ану Леско». Думаю, так, что-то тут не то. Либо Римский театр сошел с ума, либо Путь уже... Либо не требко. Да, бедный театр. Либо она совершенно не меняет, потому что нельзя петь «Любовный напиток», потом петь Ману Леско и лететь петь Фауста. Думаю, так, либо я ничего, что-то не понимаю. Я начал сидеть, слушать эти все записи, знаете, последние. Там послушала «Леди Магбет», уже немножко успокоился. Думаю, так, вот из Мариинского театра, вот где люстра прыгает и так далее. Да. И я уже немножко успокоился, потому что думаю, ну раз человек петь «Леди Магбет», значит, все-таки она не совсем сумасшедшая. Все-таки будет, да, все. Все-таки будет что-то хорошее из этого получится. Ну, естественно, было вот это состояние такое, что вот... Она просто разнохарактерная. И все время разная. Она безумно гениальный человек. Вы не представляете. Хвалите. Не слушайте о них. Да. Ну вот хорошо. Вот вы встретились в Риме, и тот опыт, который вы мечтали получить от звезды мировой сцены, вы не получили. А сейчас... Не, не получили. Все-таки получилось. Все получилось, да. Я пришла и ему сказала, так, тебя кто-нибудь когда-нибудь учил актерскому мастерству? Говорит, нет. Это видно. Потом я ей говорю. Потом мы познакомились поближе, и я, ну, естественно, рассказываем друг другу, там, одна жизнь и так далее. Я говорю, а ты знаешь, что меня выгнали из консерватории на втором курсе? Это правда. Это бакинская. Бакинская консерватория. Я уехал, и мне завкафетра сказала, что ты уехал самовольно, и мы тебя исключили. На что Анечка ответила, правильно и сделали. Погубили бы. А на Повороте были мастер-классы или была более серьезная история? Нет, это были мастер-классы, конечно же, да. Это были общие мастер-классы, которые были просто, ну... Но актерскому мастерству он не учил. Ждал, пока появится метрик. Мы буквально недавно смотрели... Вообще у меня есть такая мечта заветная спеть богему. На Западе мне никто этого не дает, и я думаю, что может в России кто-нибудь жалится. Потому что они драматические. Вы гениально, гениально блистали. Я эту партию вообще мечтаю. Ну, как бы мы недавно сидели, в Ютубе слушали записи разных певцов и наткнулись на запись из МЭД, где поет Повороте, уже пожилой. Вот действительно, вот вы говорите, актерское мастерство. Я согласен, что сегодня театр требует, режиссер требует. И сегодня режиссеры, к сожалению, к счастью, заняли очень важное место в оперном театре. И иной раз голос и музыка отходят на второй план. Это, конечно, ужасно. И вот стоит Лучану, он просто стоит и поет. И все. И он голосом выражает абсолютно. Не надо режиссерских. Ничего не надо. Я не хочу сказать, что я сравниваю себя, естественно. Но мне кажется, что все-таки первоисточник и вообще люди приходят в театр, в оперный театр, чтобы послушать музыку и голос. А потом является ли певец таким гениальным актером, как Нетребко? Это замечательно, прекрасно. То есть роскошно. Если нет, но все равно. Так же тоже репертуар разный. Я пришла ведь из легкого репертуара, где вы просто обязаны играть, двигаться. На вручение в инвестире мы помним. Да, да. Да, кстати, это тоже важный момент. А, конечно, драматические партии, они совершенно другие. Там, во-первых, и двигаться уже не подвигаешься. Но хочется спеть Баттерфляй или Тоску? Хочется? Баттерфляй не хочется. Не хочется Баттерфляй. Я не люблю Баттерфляй. Но да, Тоску, конечно, когда-нибудь спою. Она будет замечательная Тоска. Особенно, когда будет убивать Скорбет. Помню сумасшедшей красоты картинку канала «Россия-1». Москва, Красная площадь, такой open-air. А есть у вас в планах, рассматриваете в будущем какой-то подобный проект на открытом воздухе, который мог бы сравниться? Вдвоем, конечно, для вашего дуэта. Ну, мы как-нибудь сделаем. Я думаю, что... Хотя Анечка не любит петь open-air. Правда? Я не люблю. Она не любит особо. Я тоже, честно говоря. Знаете, потому что это в микрофон пели вот это. Это, конечно... Это большой стресс. Это большой стресс. Ты не чувствуешь акустики. Эти мониторы все время врут. И это очень сложно. Но когда делается концерт масштабный, и нужно вместить вот это огромное количество людей, это неизбежно. Это здорово, конечно. Иногда такие вещи, они очень даже полезные и популярные. И, по-моему, концерт имел огромный успех везде. Безусловно. Ну, да, конечно. Год через год все время какие-то планы, какие-то концерты мы планируем в этом году. У нас тоже такой большой концерт, только у нас уже пять человек. Ну, Юсифа там нет, потому что на тот момент он еще не появился в нашей жизни. Ну, да, это как бы... Вот, но, конечно... Но Юсиф в зале. Ну, да, в часть концертов буду, а часть нет, потому что у меня премьера Тоски в Австрии, и как бы мне надо будет и там показаться. Скажите, пожалуйста, а вот в этом вашем сумасшедшем графике, расписанном на много-много времени вперед, вот если раскидать эти даты, вы уже выбрали дату свадьбы? Думаем. Мы решили так, что мы сейчас приедем на Рождество в Вену, домой, приедет ребенок наш замечательный, будем все вместе, да, будем все вместе, и мы просто сядем и посмотрим, когда это можно и нужно будет сделать. Конечно... Скорее всего, наверное, в Питере. Скорее всего, в Питере. Вот единственное, что мы можем сказать в Питере, да, это... Но, видите, зимой не хочется. Зимой не хочется, холодно. Лет. Вы замечательные. Спасибо вам большое. Счастья. Вам здоровья. Сумасшедших аплодисментов. То, к чему вы привыкли, а нам это всегда в радость дарить. Вам спасибо огромное за то, что пришли. Спасибо вам. Спасибо большое. Очень приятно. Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов сегодня в главной роли. Вам низкий поклон за то, что провели время в такой изумительной компании. ВОСТОН 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 Субтитры создавал DimaTorzok